Привет, меня зовут Стас Быков, в этом видео мы поговорим про способы монетизации личного бренда. Буду говорить все из своего личного опыта, в интернете я работаю с 2004 года и за это время протестировал много способов, как можно зарабатывать. И конечно же, все буду показывать на экране своего компьютера, чтобы информация вам проще усваивалась. Погнали! Существует несколько способов, как можно зарабатывать на своем личном персональном бренде, но все они связаны с вашими навыками, которыми вы обладаете. В предыдущем видео мы говорили, что такое персональный личный бренд и основные этапы, как его развивать, обязательно посмотрите. Сегодня же мы будем на нем уже зарабатывать. Конечно же, здесь нужно считать стоимость часа и чем более раскрученный ваш персональный бренд, тем выше цена вашего часа. Есть основные способы, которые сейчас я на практике тоже применяю, тестирую, как можно зарабатывать. Сейчас мы их тоже обсудим, я детально буду показывать конкретные примеры, как у меня это получается. Я выделяю основные способы заработка, это собственные медиапроекты, детально конечно все раскрою сейчас. Это продажа рекламных контрактов, это участие в мероприятиях, это образовательные онлайн продукты или может быть какие-то выездные тренинги, это получение комиссионных по партнерским программам, это выпуск дополнительных продуктов, это платное предоставление информации, это партнерное взаимодействие и также консалтинг и получение доли в бизнесе. Здесь конечно же я на данный момент пока не все способы протестировал, лично на себе, а я все в своих видео рассказываю только из своего личного опыта. Но то, что есть, давайте об этом поговорим. Итак, собственные медиапроекты. Конечно, здесь самое понятное и простое, это ваш личный сайт, блог в интернете и ваши социальные платформы, такие как ВКонтакте, такие как Одноклассники, Дзен и Ютуб. Я свой медиапроект на Ютубе начал развивать в 2014 году, когда я только-только начал знакомиться с видеоформатом. И здесь можно посмотреть самые популярные у меня на данный момент ролики, которые набрали 1,7 миллионов просмотров, потом миллион просмотров, 800 тысяч. То есть я 800 тысяч человек обучил созданию сайтов за 4 года. Вот видео, потому что 4 года назад было опубликовано. Вот 8 лет назад ролик был опубликован. То есть я зашел на медиаплощадку и постоянно выгружаю контент. На данный момент здесь практически 900 видео. Это только на этом. Есть еще дополнительные каналы. Я говорю о том, что вам нужно обязательно работать под свою целевую аудиторию и генерировать большой поток информации. Чем больше о вас будет статей в интернете, которые вы написали, которые о вас пишут, тем лучше вы будете закреплять свой персональный бренд. А любой потенциальный посетитель на вашей медиаплощадке – это ваш заказчик. То есть он может заказать у вас услугу, он может приобрести у вас рекламу. Это как раз следующий способ – это продажа рекламных контрактов. То есть когда вы раскручиваете свои официальные ресурсы, вы можете уже там продавать рекламу. Вот, например, на YouTube у меня площадка достаточно популярна в своей нише по теме маркетинга. И здесь я могу уже интегрировать нативно какие-то продукты от прямых рекламодателей. Например, когда-то ко мне Skillbox, то есть онлайн-платформа, обращалась. Я вот в теме фриланса рассказывал про онлайн-университет Skillbox. То есть аудитория смотрит, я нативно посоветовал качественный продукт. Здесь, конечно же, нужно следить за своей репутацией своего персонального бренда. И когда вы отбираете именно рекламные контракты, смотрите, чтобы вам было за них не стыдно. Вы бы сами ими пользовались перед тем, как рассказывать о них. Если да, тогда об этом не стыдно говорить. То есть я именно по такому принципу и работаю. То есть когда ресурсы раскручены, можно уже интегрировать туда прямых рекламодателей. Участие в мероприятиях. Как оффлайн, так и онлайн. То есть вас, конечно, приглашают. Здесь мы можем совместить, здесь есть бартерное взаимодействие. Я чаще работаю, например, по бартеру. То есть я выступил и у меня выступили эксперты. Но также это может быть и платное мероприятие, платный выезд куда-то, где вы получаете уже деньги за то, что вы выступили с программой. И также это может организация своих мероприятий. Вы собираете тренинг в своем городе или в соседнем, или может куда-то уехали. И там уже платно, естественно. То есть цена билета есть, есть онлайн программа. Вы можете быть не единственным спикером, а можете быть единственным. В зависимости от программы и вообще какая тема там. Но на этом также можно сейчас зарабатывать. Вебинар провести проще, быстрее. В онлайне людей собрать. И тоже за это можно получить вознаграждение. Дальше. Образовательные продукты. Это как раз то, о чем я говорил в предыдущем видео. Это онлайн школа. То есть я вообще начинал свой образовательный продукт именно с электронной книжки по ВКонтакте. Если мы посмотрим, какая первая редакция была. Вот самый низ у меня здесь написанная. Я всю хронологию веду. Мы видим, что в 2014 году написан пошаговый алгоритм продвижения ВКонтакте. То есть в то время я создал свой информационный продукт. И он начал продаваться. Далее я уже записал YouTube. Потом эта книжка из электронного формата стала в печатном формате. Я тоже об этом уже говорил. Мы сотрудним сейчас с книжным издательством АСТ. Да, и книжка продается в книжных магазинах. И также потом я уже перешел на онлайн программы. Полноценные программы, которые в себе содержат более 17 часов видео. Вы представляете, то есть целые 17 часов материала, не просто теории, а практики, нужно применять. То есть смотришь и применяешь. Ну у меня такой принцип. Я так и так создаю свои продукты, чтобы это были пошаговые инструкции. То есть свои онлайн программы тоже можно продавать. И ваш персональный бренд будет в этом помогать. Когда вы уже раскрутились, когда у вас есть привязка к конкретной нише, то целевая аудитория понимает, что да, вы эксперт в этой нише. И почему бы не купить продукты, в котором вы упаковали все свои знания. Также у меня есть отдельный курс по построению своего инфобизнеса с нуля. Называется InfoExpert. Тоже посмотрите, если вам это интересно. Если вы хотите создавать свои онлайн курсы, то, пожалуйста, есть такая информация. Совместно со мной мы можем создать ваш онлайн продукт. Есть возможность такая. Далее, что еще есть? Это получение комиссионных по партнерским программам. У меня сейчас много роликов выходит именно с партнерскими программами. То есть есть конструктор сайтов, который очень крутой. Им удобно пользоваться. И любой человек может создать себе сайт, даже без навыков программирования. Почему бы мне не порекомендовать это? То есть я записываю контент. Или в видеоформате, или в текстовом про конструктор. Делаю свою реферальную ссылку. Дальше целевая аудитория видит, что я рекомендую, как им пользоваться. То есть я действительно рекомендую только те продукты, которыми сам пользуюсь. Или мои клиенты, или ученики. И они оплачивают. Я получаю комиссионное отчисление. Такая возможность тоже есть. И ваш личный бренд в этом случае тоже вам на руку будет работать. Дальше. Это выпуск дополнительных продуктов. Ну это различные могут быть какие-то игры, какие-то одежда, парфюм. В зависимости от ниши. Это все уже нужно индивидуально смотреть. Дальше платное предоставление информации. Это различные уже, знаете, такие бывают, когда работаешь с человеком один на один. То есть возможно такое, это консультация, онлайн консультация. Менторство, да, когда вы ведете человека на протяжении месяца, двух. Тоже это можно рассмотреть. Это уже более такие дорогие программы. Далее, барфельное взаимодействие мы с вами уже поговорили. Когда мы обмениваемся. То есть услуга за услугу, продукт за продукт. То есть я рассказываю о ком-то или мы вместе встретились, провели интервью. А потом я на другом канале также появился. То есть это тоже помогает и укрепляет отношения как между вами, между экспертами. Ну и также между зрителями и читателями. Ну проще говоря, целевой аудиторией. Но следующие способы я пока в своей практике не применял. Это консалтинг, да, это получение доли в бизнесе. Это следующие шаги, которыми я уже буду стремиться. Если вы только-только хотите зарабатывать на своем персональном брене, который у вас постепенно растет, наращиваются вот эти мощности. То конечно же рассмотрите вот по порядку. Я здесь специально составил. То есть медиапроекты, развитие своих блогов и социальных сетей. Это потом продажа контрактов, потому что у вас уже будет активное сообщество. Это участие в мероприятиях, онлайн программы образовательные. Да, это тренинги выездные. Ну и работа с партнерскими программами. Вот то есть то, на чем действительно можно зарабатывать, имея свой персональный личный бренд. И таким способом вы уже будете выстраивать свою систему по заработку на персональном бренде. Надеюсь у вас все получится. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе следующих видеороликов. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.